всем привет это прямой эфир instagram сейчас как всегда кого-нибудь подождем чтобы нам дали обратную связь привет привет здравствуйте дайте мне пожалуйста обратную связь в начале эфира чтобы я знала что у нас качество связи с вашей стороны хорошая картинка и звук нормально дальше эфир пишем или перезагружаемся мне нужна обратная связь пожалуйста от связь отлично спасибо большое девушка так ну что всем доброго времени суток у нас сегодня как всегда наш стандартный эфир ваши вопросы ваши комментарии мы вместе их ну как вместе в моем лице и вашем присутствии мы их разбираем очень подробно настолько насколько сможем поэтому жду ваш комментарий можете уже про эфир не писать и про качество связи уже всем не подтвердили спасибо вам большое жду ваши сны во сне мужчина предложил войти ванну с теплым ароматным бульоном вместо воды вот это вот это ничего себе подсознание закрутила как мужчина вообще ванная это так или иначе прямо либо косвенно это область интимных отношений это относится либо здоровье половой сфере это самая маленькая категория для этого символа снов но в большинстве случаев везде где присутствует ванная это каким-то образом указывает на интимную жизнь и если есть второй персонаж вы понимаете что это связка то есть надо в контексте отношений уже рассматривать символику ванны это значит указывает на отношения с мужчиной вот тот мужчина который вам приснился он вам точно так же в реальной жизни будет предлагать более близкие отношения если ну допустим да у вас уже близкие отношения то вот этот символ бульона я вам сейчас объясню в реальной жизни что это может означать это когда немножко перемешается вот понимать когда отношения больше интимное чем но однозначно это не тот мужчина который с которым вы как сказать вот на момент сна в браке это тот мужчина основа отношений с которым это интим близость он будет либо предлагать либо если у вас уже есть он захочет чтобы вы чаще встречались на территории дома по этому бульону там еще есть характеристики я не буду их озвучивать в эфире потому что они для вас будет слишком уж интимные но основная характеристика такая что это связь мужчины которого интересует именно близкие отношения в плане сексуальных и у него с его стороны вот представление о том как ваши отношения должны складываться это знали знаете как там пельмени кровать ванная ну извините но это такая подробность я надеюсь что я корректно вам донесла все это так спасибо большое на здоровье придется комментарий двигать как-то не не получается пока жду видела бывшего с разбитыми губами хотела помочь и вытереть взяла белые безразмерные гольфы так а какое отношение гольфы имеют к разбитым губам а себя видела этом сне в красном брачном костюме красных туфлях так девушка пожалуйста напишите ну как сказать по-человечески так что можно было понять связку причем тут гольфы и разбитые губы и почему вы сразу дальше пишите про какой-то брачный красный костюм потому что начнется попытка в пяти-шести вариациях объяснить вам что вам снилось более четко напишите у всех остальных прошу прощения что мы так задержались буду сейчас подыскивать такие комментарии чтобы мы сразу прочитали и но я вам объясняла а не надо было делать замечание с мужем сейчас не живем вместе снился сон что мы бежали в темноте по какому-то тоннеле он держал меня за руку так и бежали вместе держать за руки вы знаете что вот вы сейчас но я вас не знаю паве я вас вижу первый раз по сну можно сразу сказать что у вас сейчас вот состояние как этот тоннель вы не знаете что происходит и вам сейчас тяжело плохо потому что темные все помещения они всегда указывают на состояние человека из-за каких-то событий но события тут понятно вы уже написали что вы вместе не живете скорее всего просто вот это чувство прострации из-за переживаний но вы точно так же он себя чувствует точно так же как и вы вот ему тяжело дается эта ситуация и он не понимает где выход из сложившихся обстоятельств это касается именно того что происходит между вами то что вы в темноте вместе движетесь это значит что точно так же в реальной жизни вот этот синхрон состояние он у вас одинаков то есть понимаете здесь нельзя сказать что допустим вы расстались из-за того что он побежал кому-то здесь нельзя сказать что вы расстались ну потому что он там или вы приняли решение разбежаться она была окончательным у вас сейчас такой период когда вы вдвоем вы порознь в жизни да но эмоционально и ментально у вас движение вместе и когда человека один другого держит за руку это значит он протягивает руку помощи то есть значит эмоционально и ментально он продолжает оставаться с вами понимаете он переживает точно так же он думает как найти вместе вам какой-то выход для того чтобы но я так подозреваю быть вместе потому что он не отворачивается от вас вот эта символика вся которая касается сферы личных отношений она очень всегда явно если знать ну допустим там 10 12 основных символов всегда очень четко можно определить что происходит со вторым человеком даже если вы не общаетесь вот например когда люди расстаются да или когда надрыв в отношениях я сейчас про личную сферу они каким-то образом проявляют себя вот точно также в ментале во снах видят как они отворачиваются они идут не идут на контакт вот все эти сны которые целый вал идет когда люди допустим ссорятся или один из партнеров не понимает что происходит почему вот понимать как вроде контакт есть да но много недосказанности один человек ведет себя так что 2 вообще не может врубиться что происходит вот в этих случаях начинают идти такие сюжеты снов когда допустим один звонит связь пытается наладить это вот современный символ которого в бабушкиных сонниках нет но наверное только у нас в магиками есть я имею ввиду что он расшифрован описан разжеван он там характеристика составлена именно по отчетам сбывшихся снов связь наладить пытается один человек а второй не выходит на связь то есть один набирает или у него телефон ломается или кнопки не видно или номер неправильно набирается ли он все-таки удается ему до позвонить да а второй человек не поднимает трубку или он поднимает не слышно чтобы это все аспекты вот самого состояния ситуации но на самом деле это говорит о том что второй человек там же по элементам можно четко более сказать что с ним там происходит но основа он не идет на связь а ваш да он с вами вот вы не вместе он до сих пор с вами это что вот тоннели все вот эти состояния когда ну допустим вы же сами понимаете по символике это ограниченное пространство да то есть узкая с одной стороны с другой стороны это все-таки какая-то дорога то есть этот путь который вам надо вместе пройти в темноте темнота это значит неизвестность неопределенность и для него и для вас но при этом ментально но мысленно душевно вы вместе и то что не отпускает руку это значит что он беспокоится о вас то есть он думает как найти нормальный какой-то выход и и когда продолжается движение во сне любой сон не только это почему я так четко пытаюсь разжевать все эти символы потому что в каких-то своих частях они встречаются в других сюжетах вы просто будете знать для вас что это означает ну так вот когда движение происходит это значит что человек действует он пытается что-то сделать вот когда лежат да еще на диванах во снах вот это вообще это значит что человеку ничего не надо вы там будете прыгать вокруг него неизвестно что делать очень много снов вот с этим символом мужик лежит на диване вот почитайте у нас даже в комментариях через день они буквально встречаются это значит что ничего не хочет он пассивен и чаще всего пассивен он потому что женщина активна то есть ну там это я уже перехожу на другую тему поехали дальше приснила что стою в очереди в магазине с бывшим сказала что время около 12 был день то есть 12 дня и хорошо что мы все успели до кассы не дошла проснулась 12 символ времени то что до кассы не дошли это значит что так ваша очередь и не пришла вообще запоминайте очень часто снится этот символ очередь очередь куда-то какая-то вы понимаете просто во сне либо вы видите до очередь из каких-то людей или вы знаете что ваша очередь подошла или что вы стоите в очереди ну вот как вашем случае что вы тогда кассы не дошли это означает ожидание но тут важный аспект этого символа это не когда вы ждете чего-то в будущем да это на момент сна означает что вы уже ждали чего-то вы давно чего-то ждете Что наконец-то подойдет какая-то ваша очередь. Я символику эту вам объясняю для того, чтобы вы почувствовали это состояние. А ваша очередь так и не дошла с бывшим. Понимаете? Все уже отпускайте. Этот бывший, он уже правда прошлое. И все это вы узнаете до Нового года. Потому что в такой интерпретации, скорее всего, это 12 месяцев. Я не знаю, когда вам снился этот сон. Потому что может быть еще вариант. Вообще символы времени, они очень... Эта информация субъективная. Только вы можете посчитать. У нас поэтому есть вебинар. Понимаете? Очень многое зависит от того, когда снился сон. И многие даты, которые видит человек во снах, либо периоды, числовые значения. Они начинают свой отсчет с того момента, когда приснился сон. И там уже надо смотреть. Это дни или месяцы, или годы. Но я не знаю, когда вам снилось. Но могу предположить один из вариантов именно для контекста времени. Что к Новому году вы поймете, что к чему. В плане того, что все. То, чего вы ждали с бывшим, оно не случится. К сожалению, это так. Но если вы написали весь сон, то это... То это, скорее всего, так. Если вы все написали, если что-то сбивчиво написали, и я неправильно поняла, то по такой символике просто дальше прокрутите сам сюжет. Вела девочку по асфальтированной дороге к дому отца. Девочка чья? Надо всегда, когда вы пишете для расшифровки символику детей, надо писать, это ваш ребенок настоящий или нет. Если в реальности такого ребенка нет, во снах всегда есть понятие о том, что это ваш ребенок или чужой ребенок. Даже если в реальности такого нет. Потому что дети, наверное, 60-70% снов с такой символикой, они указывают на состояние отношений между биологическим отцом и матерью. А если такого ребенка нет, то там был второй персонаж. Вы понимаете, чья это может быть девочка. Если не было второго персонажа, но косвенные символы всегда есть. Просто вы, может быть, если у вас нету практики расшифровки снов, не сможете понять. Вспоминайте, о чем вы думали накануне. Потом что с девочкой? Асфальтированная дорога. Она была ровная, хорошая. Какая там была погода? Это будет символом времени. Куда вы шли? Какое у вас было ощущение? Вы ничего не написали. Вот этот символ, он ничего вам не скажет. Я подозреваю, что вы новенькая в аккаунте. Вы не знаете, как правильно писать. Но исходя из того, что я сказала, надо нормально, хотя бы тезисно, основные характеристики сна указывать. Снилось, я надела золотое кольцо с маленькими камушками. Это кольцо не мое. Ну, это значит, что вы что-то не свое берете. Золотые кольца, самое важное, с чего надо расшифровывать такие сны, вам надо понять, в какой сфере жизни относится оно. То есть золотое кольцо, допустим, обручальное, либо золотое кольцо какое-то подарочное, либо золотое кольцо по тому, ну, на какой палец оно одето, можно определить все-таки, к чему оно относится. Потому что бывают кольца, и во сне всегда эта информация есть. Всегда. Что это за кольцо? Кольцо – это всегда союз с кем-то. Но это союз необязательно в личной жизни. Вот по характеристике кольца, допустим, если его мужчина подарил, или вы знаете, что оно помолвочное, или вы знаете, что оно обручальное, это всегда указание на отношения в личной жизни с кем-то. Но у вас здесь однозначно не ваше кольцо, значит, вы хотите иметь отношения с кем-то, кто вам не принадлежит. Но я думаю, что там вы не все написали. У вас там еще можно было дописать характеристику этого кольца. С ним что-то было. Я просто вижу по контексту, что вы не все написали. Бывший муж занял мою спальню вместе со своей нынешней. Я внутри возмущена, по дверью подслушивал, о чем говорили. Подслушивал или подслушивала? Ну, вот начинается, как это все объяснять. У нее нормальный голос, а у него, как у ребенка. Потом я услышала грохот и убежала. То, что заняли спальню, это значит, что... Ну, здесь просто. Я думаю, что вы и сами, хотя бы интуитивно, даже если вы символику не знаете, понимаете, что ваша интимная жизнь, в нее вторглась другая женщина. То есть, теперь у вас нету этой интимной жизни, зато есть у нее с вашим мужем. Поэтому вы видите спальню. Здесь весь акцент именно на сферу, что мы начали сегодня с этого, и, наверное, этим закончим, на сферу интимных отношений. То есть, вот эта близость, которая касается именно близости физиологической. И я так понимаю, раз фокусировка на это, то это была причина, почему он ушел к той женщине. То есть, это сексуальная связь с ней. Так, то, что вы внутри возмущены, я думаю, что это в вашем случае естественное, оно точно так же повторяется в жизни. Но в любом случае, вы знаете, что эмоции, они не шифруются в символы. Все, что вы чувствуете во сне, так или иначе, эмоционально повторится тогда, когда будет синхронизация сюжета сна и реальности. Вот то, что у нее нормальный голос, а у него, как у ребенка, это указывает на то, что у него право голоса не то, чтобы нет, а просто оно меньше, чем надо было бы по статусу мужчине в отношениях парных. То есть, у нее голос есть, а у него голос ребенка. Это значит, что в их отношениях главное она. Она ведущая. Так, а дальше потом я услышала грохот, и я убежала. Но надо было написать, что вы подумали во сне, от чего этот грохот. Но общую характеристику тоже дают. Точно так же вы скоро услышите о каких-то изменениях, которые заставят вас обратиться в бегство. Это символически. Но грохот, в любом случае, это какое-то событие, о котором услышат все. До вас точно дойдет. Но вы там тоже не все дописали. Там еще будет концовочка. Ой, люди, как вы пишете, сны? Ну, вы же сами поймите. Я всегда эфир веду без подготовки. Вы видите, что я не смотрю ни в какие сонники, ни в энциклопедии. Никто не подсказывает. Я помню, как на YouTube кто-то написал на канал. Она говорит, где-то там подсматривает. Она не сама отвечает. Она вот вопрос читает, а потом подсматривает. У нее там монитор вверху. Я так про себя думаю. Это ж... Ну, кому надо быть, чтобы мне подсказывать? Я на ходу вам отвечаю. То есть я не пользуюсь подсказками. Это живой эфир. Но при этом, когда я читаю ваши сны, получается, я только шестой после пятого могу расшифровывать сон, потому что написано нечетко, неясное окончание. И нету нормального сюжета сна. И вот я прочитала, и я понимаю, что вам я это не буду читать, потому что надо будет объяснять, что он неправильно написан. Одеть чужую обувь. Она осталась босая. Обувь мыльницы. Она. Это кто? Здрасте. Ой, я вижу Павел. Ладно. Хорошо. Ваш сон точно придется толковать. Вы уже знаете правила проекта и того, как тут все происходит. Вот смотрите. Чужая обувь. Это часто у нас точно сегодня тематика какая-то у всех похожая. Как и чужое кольцо. Это чужая пара. Чужая пара. Кто-то, кто не может пока быть вот с ней. Я не знаю, кто такая она, о ком вы пишете. А вот то, что осталась босая, это значит, что она осталась без какого-то партнера. Обувь мыльницы пусть сильно не переживает, потому что мыльницы это обувь, в которой далеко не уйдешь. Она на время на какое-то. На какое время мыльницы? На то время, пока вы отдыхаете где-то. То есть, я так подозреваю, раскручиваю дальше сюжет, о чем это может говорить, что девушка или женщина, о которой вы пишете, она была в отношениях. Ей кто-то понравился, допустим. Может быть, даже была ответная какая-то реакция. Если она какое-то время носила эту обувь, во сне эта информация была, это значит, что в реальности точно так же были какие-то отношения с чужим мужчиной. То есть, у этого мужчины или у этого парня есть кто-то. Она в какой-то момент это узнала. Но эти отношения были изначально несерьезными. Потому что мыльницы это не серьезная обувь. Это обувь, которую носят только в определенных обстоятельствах. И эти обстоятельства на отдыхе. То есть, кто-то расслабился, поотдыхал где-то с кем-то, а она рассчитывала на более серьезные отношения. Так что пусть в жизни не жалеет о том, что она сняла эту чужую обувь в мыльнице. Если я правильно поняла, если весь сюжет сна написан. Это, знаете, такой вариант, когда мужчина даже на пошел вон не тянет. А так только кыш-кыш. Пусть не расстраивается. Слушайте, я сегодня что-то как-то не очень хорошо разобралась в ваших комментариях. Допустим, допустим, у нас много новеньких, и вы не знаете, как правильно писать сны, для того, чтобы я все-таки не крутила ленту, а вот вижу сон и расшифровываю, 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 чтобы больше попаданий было. Когда вы пишете сон, надо написать четыре основные вещи. У нас недавно пост был. Я уже даже, чтобы время эфира не тратить, написала пост специальный. Первое, где все происходило, чтобы можно было определить, в какой сфере жизни сюжет сна относится. Второе, какие были персонажи сна. Это люди, которые в ситуации будут задействованы, которые будут точно так же участвовать. Еще пишите, что вы делали, потому что, если вы на все смотрите со стороны, вы просто получили информацию о ком-то. Это очень важно. Если было взаимодействие от вас с кем-то, это значит, что вы точно так же будете в ситуацию втянуты. Если вообще вы были центральной фигурой, это то, что вокруг вас будет крутиться. Третье, что вы испытывали, как я уже сказала пару минут назад, эмоции не шифруются в символы. Это значит, что эмоция точно так же повторится. Это очень большой объем информации при расшифровке. Потому что, если взять разные эмоции и один и тот же сюжет сна, его можно, ну, сразу, это информация о том, что произойдет. Когда вы смотрите, допустим, на какой-то сюжет со стороны, да, вы испытываете радость, вы испытываете страх или вы испытываете ужас. Это будет три разных события. Только из-за того, что вы напишите, какие у вас были эмоции. Это вам подсказка. Вы так будете легче разбираться в своих сновидениях. И четвертое, чем все закончилось? Потому что иногда сны – это прелюдия к какому-то событию. А иногда это просто ожидание какого-то события, которое не реализуется, как в большинстве кошмаров, когда человек боится, боится. Это значит, что он точно так же в жизни чего-то боится, что что-то вдруг случится. И видно по сюжету сна, что его страх так и не реализуется. То есть человек боялся зря. Это важно, это очень важно. Чтобы вы понимали, что бояться нечего и жили дальше спокойно. Друзья, на сегодня я с вами прощаюсь. Что я хочу сказать? У нас наступают самые интересные такие вечера и сны. Сейчас именно в это время года в нашем северном полушарии, там, допустим, Австралию, я не беру, или Экватор, у нас тоже есть на нашем проекте люди, которые, допустим, в Китае, в Индии живут. Я знаю, в Японии, в Корее. Русскоязычные, но все-таки у них немножко по-другому. У них сейчас там жарко. У них, для них ночи. И вот это состояние, которое очень большое влияние оказывает на, допустим, метеочувствительных и на тот же мелатонин, который вырабатывается хорошо организму и поступает, допустим, в тот же мозг, когда темное время суток долго, очень сильно влияет на то, как вы видите сны. К чему я все это? К тому, что я буду чаще, особенно до Нового года, после Нового года, выходить в эфир, чтобы больше вам рассказывать символику снов, потому что у вас сейчас будет просто огромное количество снов и они будут вот в связи с теми обстоятельствами, которые я только что обозначила, они будут содержать в себе очень много информации, чтобы вы успевали ее переваривать и чтобы вы успевали ориентироваться на эту информацию, потому что она будет для вас полезной. На сегодня прощаюсь, очень-очень всех прошу, чтобы вы правильно тезис написали сны. Не надо писать 30 строк тезисно, основное, вот то, что я вам сказала. Вот, если немножко сбились, если я быстро все это сказала, у нас пост, он буквально пару дней назад был, как надо правильно писать сны. Третий раз уже прощаюсь на сегодня. Я была вам всем рада, всем пока. До встречи, скорой встречи в следующем эфире. Всем пока, ваша Виктория.